Так, что нам тут Беляш скажет? Беляш покрасился. Теперь похож на смесь Ирины Аллегровой и Джолин. Нет, не Джолин. Джолин она была раньше. Она теперь похожа на жену этого. Короче, на блондинестую барышню из Steel Ball Rana. Все еще, все еще, как бы, как бы Беля лишний красилась, все еще напоминает персонажа из Джоджо. Но тут она еще и напоминает Аллегрову. Просто интересно, что по звуку. Беля Аллегрова. Знаешь, и гитарку хорошую завезли. Да, Люси, 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 точно. У нее, наконец-то, блин, голос прорезался. Господи ты, боже, что мой. Ну, слава тебе, боже. А я не знаю, что оно так громко. Реально, типа, решили, чтобы оно жмахануло по ушам. То есть, типа, в то время, когда... Парадокс. Живем в парадоксальное время, да? Гаджира и прочие металлисты утапливают вокал далеко в микс. Поп-исполнитель Билли Аллегрова выдает вокал самый вперед и дает его, там, чтобы жмахануло по ушам. Смотрели новый клип пилотов? Только что смотрели. Клип только что смотрели пилотов? Как раз вот только-только что. Запись будет в паблике в ВК, если тебе интересно, можно будет посмотреть. Но я вырежу еще реакцию, ну, там, без музыки. На YouTube выложу, на пилотов обязательно. А, там еще и змеюка у нее нарисована. Реально, ребята, что это за мода на змей? Вы наблюдаете, да? Сегодня у нас какой-то... Сегодня у нас все в змеях. У этого. У Атилы змеи. У Вильярты змеи. У Беляша змеи. Что это такое? Вот, на самом деле, да. Я согласен с мнением, когда вот ребята в чате писали, что это... Вот эта песня, это Лана Делли Рей для зумеров. Очень может быть. Очень может быть. Не, я вам хочу сказать, это вот один из тех теморей, которые мне нравятся у Беляша. То есть, вот мне нравится вот эта вот легкая акустика, которая не напрягает, которая звучит приятно. При этом, при всем, вот оно как-то... Вот вокал минималистичный, вокал привычный. И даже вот она вот все так же спускается на вот это вот шепотливое, вот это вот звукоизвлечение, да, которое привычное. В комбинации оно вот как-то приятно, душевно. И вот я говорю, у меня вот ощущение, как Лана Делли Рей, последний альбом, как Лондон Грэмор, последний альбом. То есть, вот оно вот какое-то уютное, интимное, скажем так. То есть, такая вот кантри-баллада, знаете. А вот сейчас даже напоминает этот... Сейчас, я вот, я слышал вот такого вот в трип-хопе. В трип-хопе я вот где-то вот такое же слышал, похожая вот гитара вот на таком вот, на даже несколько на инди-фолковый, а может быть даже на такой, на немного на испанско-фламенковый манер, Лайтова играет и так же вот Лайтова поет. То есть, вот есть ощущение. Я где-то такое слышал, причем давно-давно-давно-давно. Я тоже альбомами не могу слушать, причем вот я... У меня было ощущение вот переоцененности вот ее предыдущего альбома, который все прям вау! Супер! Новое слово в науке и технике. Вот. А вот это я говорю, оно приятное. Эй, гитарка классная. Не, я вам хочу сказать, у меня впечатление довольно позитивное. Это вот, наверное, даже вот единственный темарь беляша, который мне нравится вот прям... Вот который вот я говорю вот с удовольствием, даже я бы его и послушал вот так. Получается, вот этот вот звук гитары, он очень хорошо тут заполнен, выполняет все пространство и неплохо вызвучили ее вокал, который, наконец-то, меньше шепчет. Ну, скажем так, он все так же шепчет, но он хоть раз это расходится по каким-то там другим фразам. И все вкупе, все вкупе, вполне, очень даже вполне. Мне вот такое нравится, вот такое вот можно смело слушать там, опять же, наряду с Ланой, наряду с London Grammar и, возможно, еще вот каким-то вот таким вот рип-хоповым, лейтовым, возможно, даже, опять же, около кантри звуком. Вполне может быть, вполне может быть. Согласен, что она плохо поет, как говорят? Нет, не согласен. Я слышал ее акапеллы, она толково поет. У нее, у нее своеобразный толковый вокал, в ноты она попадает, чисто поет акапельно. Я видел где-то какой-то старый видос, они с братом пели Бонни М. Санни, по-моему. Да, это вот это Санни, once more true, I love you. Вот, и у них получилась такая вот медленная, затянутая, такая вот очень расслабленная версия. И техника у нее есть, она поет толково. Просто это не всегда мне нравится, как оно звучит, я не очень люблю вот эти шепотливые вокалы. Так что, типа, говорить конкретно, что она какой-то там бездарь, это тоже неправда. Мое мнение, что она, ну, ее музыка перехайплена, это факт. А так, вот, если говорить по этой песне конкретно, мне она понравилась. То есть, если она планирует, да, вот, новый альбом 30 июля, Happier Than Ever. Вот, если она планирует весь альбом в таком формате, то я буду даже рад. Я буду даже рад. Так что да, так что да. Мне такая трансформация нравится. Хорошо. Нет, не изменяйте.